Всем привет! В эфире кадры. По статистике, каждый пятый ребенок в возрасте от 3 до 10 лет занимается танцами. Неудивительно, ведь танцы развивают координацию, осанку, а также помогают общаться лучше не только с отдельными людьми, но и в коллективе. Ну а я вообще не люблю танцевать. Я почти каждый урок хореографии просто прогуливаю. Ну и зря. Если ты не веришь мне, то хотя бы послушай наших сегодняшних гостей. Встречайте! Сегодня в кадрах лаборатория танцевальных искусств Fusion и ее руководители Эвелина и Елена, а также их подопечные Даша и Алиса. Даша и Алиса. Даша и Алиса. Стоп! Не прилипайте танк! Держите линию! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Мне кажется, что наш замечательный ведущий на самом деле любит танцевать. Вот когда ты приходишь на вечер в классе или в школе, включается энергичная музыка. Ты же, наверное, танцуешь вместе со всеми в компании? Нет, я смотрю, как все танцуют. И что-то типа... Просто ты, наверное, не знаешь, как совладеть со своим телом, да? Ну, отчасти да. На самом деле, может быть, есть какой-то элемент стеснения. Мы, наших деток, стараемся их снять, эти комплексы, с самого детства. Детки у нас занимаются с трех лет, вот. И они у нас не стесняются. Ну, все-таки же не каждому давно танцевать. Ну, я думаю, что надо иметь талант, ну, или хотя бы способности. А вот как вы считаете, нужен талант или способность, или нет? Ну, вообще, человек, он рождается талантливым. И самое главное нам раскопать, открыть этот талант и его развить дальше. Ну, вообще, 99% успеха танцовщика – это, конечно, старание, усердие. Талант – это очень большой плюс и галочка ему. И мы, конечно, если это есть, мы это развиваем, способствуем, различные направления накладываем. И этот талант проявляется. Но без усердия, без старания, конечно, ну, никакого результата не будет. Вот скажите, а с кем проще работать? Ведь есть, допустим, вот милые дети, а есть такие взрослые, которые уже умные и все знают? Или, наверное, сложнее всего работать с средними такими детьми лет 12? Ведь они такие с характером. Ну, приятнее, наверное, работать с детьми, которых ты вырастил уже. С детства, и они уже тебя понимают. То есть сначала ты их растишь, с маленькими работаешь, потом они уже тебя понимают с полусловой, они уже подготовлены, и тогда вот с ними легко очень работать. А вот как вы вообще начинаете работать с трехлетками? Ведь они даже не… Большинство, я уверен, не знают, где лево, а где право. Да, именно этому мы и учим. В игровой форме. В игровой форме. Трудно вам вообще было приучить себя, где право, где лево? И вообще, как вам занятия, нравится? Ну, нам занятия нравятся, ну, учиться, ну, не так уж легко. Да. Ну, скажите честно, на вас кричат или нет? Ну, не очень. Не очень? Да, не очень. Точно? Да. А вы уже участвовали в каких-нибудь конкурсах? Ну, нет. Я нет. А где вы участвовали недавно совсем? Расскажите. Не стесняетесь, нам же интересно. И я не помню. А вспомните, на улице. Мы проводили съемку клипа, танцевального видео, вот, и они у нас участвовали в съемках. Мы периодически снимаем, не только обучаем деток, не только возим на конкурсы и в лагеря. И у нас такое направление, как съемка клипов, есть уже на протяжении долгих лет. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Важно одно, сегодня можно все, можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Как часто вы снимаете или даете концерты? Вот я, например, знаю такие коллективы, которые на сцену выходят раз в год. Но как бы артист без сцены, он ведь не артист. Ну, основные два наших мероприятия – это предновогоднее и отчетный годовой концерт. Ну, помимо этого, еще стараемся выступать, если нас приглашают на какие-то мероприятия. Ну, плюс конкурсы, фестивали, поездки. У нас дети не скучают. А вот есть ли у вашего коллектива индивидуальный подход? Или же это просто невозможно? Ведь коллектив-то на самом деле большой, и все должны двигаться одинаково, синхронно. Нет, дело в том, что современный танец, он тем и отличается, что каждый танцор может себя проявить в какой-то постановке, соответственно, своим способностям. Даже вот в постановках современного танца синхронных движений очень практически мало. Расскажите вот как раз-таки про направление, в котором вы работаете. Ведь, насколько я знаю, вы работаете в современных танцах, в современной хореографии. А для многих современная хореография – это, ну, например, хип-хоп. Какое направление преподаете вы? Ну, у нас основное направление – это современная хореография. Дети еще обучаются и хип-хопу, но это уличные направления. Дети занимаются классическим танцем обязательно. У нас есть предмет такой, как растяжка с педагогом по… С педагогом мастер спорта у нас по гимнастике. Современные танцы – это… Современная хореография – это то направление, где мы детей учим думать, где мы делаем постановки, закладывая какую-то мысль и идею, и доносим это до зрителя. Это не всегда может быть понятно зрителю от того, что это современная хореография, да, не народный, не эстрадный танец. Ну, хотя эстрадные номера у нас тоже есть. Вот, но больше мы специализируемся именно в современном танце, где мы пытаемся как раз про индивидуальность. Мы даже используем характеры наших детей, и в наших номерах это видно. Дети разные, и мы, наоборот, это очень сильно любим. Бывают номера у нас разноплановые, разнохарактерные. Ребенок может проявить себя, может быть, он для кого-то кажется нестандартным таким, каким-то, может быть, кому-то… Трудным. Трудным, да. А мы, наоборот, делаем из этого фишку. А вот вам, что больше всего нравится учить? Какой танец больше всего нравится? Мне больше нравится хип-хоп. Хип-хоп? Да. А тебе как? У меня самый минимальный танец. Ну, какой номер самый любимый, который ты вот всегда готова танцевать? На самом деле, Даша не очень давно занимается. И в ее арсенале, вот она на сцене выступала, выходила в отчетном концерте, у нее тоже номер хип-хоп она танцевала. А вот расскажите про ваши награды. Я вот знаю, что у вас их много, и какая из них была самая ценная? Это сложно сказать, потому что, наверное, я думаю, может, для Эвелин Дорны это одна награда, для меня другая, потому что мы занимаемся, курируем разные постановки и ставим разные постановки. Ну, и что касаемо меня, например, конечно, для меня было счастье получить гран-при в городе Умске на конкурсе «Славь всеотечество». И как-то так мы даже не ожидали. Это приз, который самый лучший со всего конкурса, номер, который самый лучший. То есть он и получил этот номер, и лауреатство первой степени, и гран-при. Нас пригласили на финал конкурса в город Москва, и мы в том году, в ноябре, съездили на финал и получили там тоже лауреатство первой степени. Обожаю. Вы ездили со всем коллективом? Нет, та группа, которая заняла именно первое место. А нужна ли какая-то база, чтобы прийти к вам заниматься? Или можно вообще прийти с нуля? Ну, желательно, конечно. А вот вы берете столько маленьких или также берете взрослых? Мы берем взрослых деток, если у них есть подготовка какая-то, они чем-то занимались, может быть, каким-то видом спорта, гимнастикой, например, или другими видами танца, например, бальными танцами, народными или классическими. Мы тогда можем взять этого ребенка, и я думаю, что его можно быстро в коллектив влить. А вот как вы берете вообще ребят? Ну, то есть у вас какой-то кастинг или какая-то другая система отбора? Кастинг, да, есть. Но маленьких деток 3-4 лет мы берем без отбора. А вот нас бы, Тимофей, вы взяли? А давайте вы придете в зал, и мы посмотрим. Ну, я думаю, мы обязательно договоримся. Мальчики нам нужны. Для мальчиков есть система льгот и скидок при просмотре, потому что это мальчики, конечно. А вы сейчас к чему готовитесь? Может быть, будет в ближайшее время какой-то концерт, или вы ставите какие-то новые номера, ну или же снимаете какой-то новый клип? Да, да, вот буквально через неделю мы уезжаем в Красноярск со старшими нашими девочками на один из наиболее значимых фестивалей современного танца у нас в России, называется Асидора. Они прошли в виде отбор у нас, вот, и теперь мы едем в надежде показать себя там с очень хорошей стороны. Мы будем вместе с Аней держать за вас кулачки, за ваших старших ребят, чтобы у вас все получилось. Ну, а какие мероприятия ждут маленьких деток? А что, мы что-то все о старших, о старших, про них же тоже не надо забывать, а то я вижу, они уже скучают. Маленькие детки обязательно у нас зимой будут участвовать на нашей вечеринке. Зимой мы проводим всегда вечеринки. Концерт для наших родителей – это выступления, это анимационная программа, это обязательно вручение подарков с нашим логотипом, это веселье, праздник и предновогоднее настроение, чтобы нам уже со всеми детками, у нас их 120, чтобы мы один раз перед Новым годом, да, встретились все вместе, потанцевали. И еще у нас теперь, наверное, стала уже такой традицией, уже два раза мы проводили танцевальные баттлы в стиле хип-хоп. Перед концертом вы сильно волнуетесь или нет? Нет. Нет? Вообще? Нет. А теперь по-честному? Нет. Странно, что же вы такое делаете? Я волновалась сильно в свое время. Они не волнуются и ни в какую не хотят сознаться. Что у вас за магические приемчики? Ну, наверное, они у нас уверены, что они у нас самые лучшие. Самые любимые. Самые любимые. Я полагаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а дети вообще сильно огорчаются, что проиграли или нет? Да, конечно, да. Сильно? Ну, бывает до слез. Ну, мы им говорим, что для нас, конечно, они самые лучшие, но это урок для всех, и всегда есть работа над ошибками, которую мы проводим. В зале обязательно в класс мы приходим и обсуждаем, что пошло не так, где что... промахи какие-то были, и над этим работаем. Если проигрыша не будет, то, ну, развитие оно было бы, наверное, не таким вот дальнейшее. Благодаря проигрышам мы понимаем все ошибки, над которыми нужно работать. И детям, конечно, это объясняем. Вот скажите, а у вас в коллективе есть тот человек, может быть, ребенок или ваш преподаватель, на которого вы хотите прям быть похожи и вот такие, когда я вырасту, я вот буду как он? Есть вот такой человек? Ну, я мечтаю, чтобы я стала балериной. Балериной? А я мечтаю стать гимнасткой. Вы готовите вообще к балерин или к гимнасток вашей танцевальной студии или нет? А вот кем вы вообще сами хотели быть в детстве? Была ли ваша профессия как-то связана с танцами или нет? Да, я с детства, с четырех лет, я ставила какие-то номера сама себе, с ними выступала везде, где только можно, в школе, в пионерлагерях, вот. А у вас, Елена? Да, я со второго класса занимаюсь танцами, до сегодняшнего момента, наверное, да. Я всегда мечтала, и самое главное, я видела себя педагогом в детстве. Я писала тетрадочки, рассаживала кукол, ну, в общем, и там, и математика, и русский, и все было. И самое главное, что я им ставила оценки, и я учителем, педагогом себя видела уже, вот, будучи, наверное, 8-9-летней девочкой. А у вас есть какие-то приемы, которые, вот, именно ваши авторские, и вы их используете в коллективе? У нас вообще много чего авторского. Ну, например. А вы поделитесь, или это будет секретик? Да, секретик, это просто методика обучения маленьких деток, потому что, вот, ну, насколько мне известно, вот, в нашей студии детки в 3 года уже выходят на сцену в отчетном концерте после года обучения самостоятельно с полноценным номером. Без помощников. Без помощников. Такие вот у нас результаты к концу года в младшей группе. А сколько вообще концертных номеров в вашей программе? Или вы, может быть, вообще даже не считали и не задумывались об этом? Вы знаете, вот у нас последний раз было 25 номеров, но мы не можем в один концерт все номера, которые мы бы хотели показать, мы даже не можем их уместить. А сколько вообще по времени идет ваш концерт? Ведь надо учитывать много факторов, допустим, чтобы дети не уставали сильно, чтобы они держали себя. Вот сколько примерно по времени? Да, это вот хочется показать все, мы бы могли и на 3 часа сделать концерт, но все приходится в рамках двух часов. Часа два? Да. Был опыт у нас в концертном зале 3 часа, он состоял из трех частей концерт, но это как-то очень долго было. Думаю, по-моему, туда все, чтобы можно было номера, которые мы туда их поставили. Но вот в последнее время стараемся все-таки не больше двух часов. А дети сильно устают вообще? Ну, конечно, конечно. Это не только физически, это моральная нагрузка. И мало того времени, что они выступают, и у нас же и репетиция, есть еще и прогон в день концерта, поэтому это, конечно, тяжело. Но у нас дети сильные, уже привыкшие, поэтому выдерживаем всех вместе. А вот какая ваша любимая концертная площадка? Самая лучшая, наверное, площадка, где мы выступали, это по оснащению, по техническому и по многим факторам, это концертный зал Омской филармонии. А вот где бы вы хотели выступить? Я бы хотела в Кремлевском дворце. Вот я надеюсь, что вы реально попадете на эту Кремлевскую площадку, и что у вас это все получится, потому что ваш коллектив этого достоин. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это здорово, заниматься любимым делом и достигать высоких результатов. А мы будем следить за вашим творчеством. С вами были кадры и лаборатория танцевальных искусств Fusion. До новых встреч!